добрый день уважаемые зрители сегодня 22 июля 2023 год сейчас я находит в городе караганда как говорится добро пожаловать караганду welcome to караганды сюда я прибыл по приглашению казах туризм в целях развития туризма в городе караганда и карагандинской области давайте посмотрим что здесь есть и что интересного найдем а Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Здесь сохранились старые трапы и также есть новые трапы Оказывается это International Airport, то есть международный Субтитры сделал DimaTorzok Второй раз в жизни нахожусь в аэропорту Сарарка Кажись за последние не знаю сколько лет, но здесь мало что изменилось Но здесь вот наверху есть вот такая даже выставка Система управления самолетом, система управления самолетом Гидравличная система, шасси, топливная система Авиационный двигатель AI-25 Как говорится еще не успел зайти в город, а уже начался тур Это вот находится на втором этаже аэропорта Там есть кофе-хана, отдохни И здесь на втором этаже видимо зал международных вылетов Дьюти-фри, Караганда Аэропорт Сарарка Вылетели из Алматы в 5.55 Пролетели в 7.10 Говорят чтоб добраться из аэропорта до города Такси обойдет в примерно 5.000 тенге за машину Работает Яндекс Синдрайвер Проехали отметку Караганда 15 км Получается аэропорт находится примерно в 20 км от города Слева и справа здесь дача находится До Караганды 4 км, Алматы 993 Сейчас находимся в районе юго-восток Оказывается по новым данным 2023 года в Караганде проживает 515.000 человек 7.45 утра 7.45 утра 8.45 утра Вдалека похожа на мечеть Из-за куполов Рич вилла Олен 8.45 утра 8.45 утра 9.45 утра 9.45 утра 9.45 утра Университет имени Букетова 9.45 утра 9.45 утра 9.45 утра Наоборот 9.45 утра 9.45 утра Из-за строя Университет тут новые дома старые дома там впереди тоже строят что-то а раньше карагандинская очередь была 1 под территории самая большая как говорится а сейчас это вместо заняла к тюбинская область так как карагандинскую область разделили на 2 улотау и караганда старые здания университет букетов университет букетов ах сарай миром она ух ты там долина лыжика река букпа а за седа такие прям автобусы модный вот когда они прям совсем новые коза а у вас оплата карты а у на это же у вас это просто банковский нет у нас а наличка лиза он тоже она и довели беспонтова вещь давно уже сделали как банковской карты потому что вам ну в некоторых городах уже есть это а вот у у нас в алматы нет примеру и и у вас теперь нет торговый дом район рынков дом оптики алле торговый дом таят аутон арба торговый дом шлюз больше овощной шокоз овощной а да местный мега проезжаем через жиды пути караганда вокзал здесь с левой стороны белый ветер плаза айтсер ой еще один белый ветер если вы вдруг не знали то белый ветер сеть магазинов как раз и в появились здесь а потом уже в других местах у казахстана нет в центре только старая часть центра А, вот мы в старой части. Район Михайловки, да. Ситимол. Мы будем жить в отеле Космонавт. Цирк. О, здание цирка, да? Да, цирк. И отсюда начинается парковая зона. Вот отсюда. В той стороны. В село это парковая зона. А, большой это парк. Да, и вы будете рядом с парком. Ну, отлично. А что, вы уже почти доехали? Да, уже почти поедем. Тут школа олимпийская. Герман, это головой. Это жилой комплекс. Храм божий. Это эти баптисты. Баптисты? Вот это вот все парковая зона. А, с правой стороны все парк, да? Круто. А это как парк центральный? Да, он один. Парк культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха. Получается вот это вот тоже все парковая зона. Под мостом? А, здесь в правой стороне. И туда железная дорога. Нет, а вот здесь компонент нет. У вас видели какие киношные? Нет, нет. Район Михайловка. Район Михайловка? Да. Старая часть. Очень зеленая такая. А вот космонавт. Хотел 5 звезд. Выглядит как санаторий. А это мы вот уже, да? Да. Я посмотрела, кстати, по ресторанам в данном бизнес-клубе. Все мы трендовые крагандинские места сейчас идем. Все самые крутые трендовые места в нашей программе. Снаружи отель выглядит старым. А вот внутри полностью прошел видать реновацию. Сделали ремонт современный. Местный ресторан. Сразу пришел на завтрак. Не успел заселиться. Позже покажу номер. Да, круто быть на завтраке первым. Можно сразу все увидеть. Десертный столик. Так, мы в Караганде пробудем буквально два дня. После завтрака. А лифт, кстати говоря, здесь маленький. Поднялся на свой этаж. Четвертый этаж. Коридор конкретно широкий. Прям большой. Не, ну чувствуется как бы, что сам отель старый. А так ремонт такой свежий. 416 номер. Вход по карточкам. Вот свет включается без карточки. Такой вот номер. Ванная комната. Душевая. Туалет. Полотенце. Разный там шампунь, мыло и так далее. Так зубной щетки не вижу. Приветственная вода. Мини-бар. Сейф. Как мини-бар. Ох, вот такой мини-бар. И что у нас там дальше. И сама комната. Вот такая вот кровать. Она такая, знаете, queen-size. Не king. Телевизор samsung. Такие полочки. Кондиционер. LG. И вид. Ух ты. У меня даже балкон есть. Круто. Так. Давайте посмотрим, что у нас на балконе. О. А балкон, кстати говоря, знаете, такой немножко с наклоном. Не есть небольшой дискомфорт. Но это видимо специально сделали, чтобы она стекала вода, если здесь. А так вот перила. Парковка вот такая есть большая. Так же сказали, что в данном отеле есть бассейн. Так что можно будет сегодня покупаться. И, оказывается, еще есть халатик. Тоже вот. Космонавт. Тапочки. Вот и зубная щетка с пастой. Спряталась в коробочке. Не сразу заметил. О. Ну, кровать. В целом. Матрас мягкий. О. Вроде. Вроде должны выспаться сегодня. В номере есть вот такая папка. И здесь вот написано, в 1972 году сам отель открылся. Получается, работает с 1972 года. Изначально отель был предназначен для космонавтов, возвращающихся из орбитальных полетов. В этой папке даже есть список телеканалов. По программе у нас сегодня в городе Караганда посещение вообще старого города, прогулка по Караганде. Также у нас в эти дни посещения есть несколько музеев. И еще вроде как поедем в населенный пункт Долинка. Там находится Карлаг. По поводу стоимости номера в отеле Космонавт. Вот 58950. Это на одного человека с 22 по 23 июля. Это я вот поменял даты. Поменял даты на август. Те же даты, только это будние дни. Стоимость 48600. Завтра включен. Это на один день. С ценами на отель все ясно. А вот авиаперелет Алматы-Караганде и обратно в Алматы на меня обошелся около 113 тысяч тенге. Это туда и обратно. Также я для интереса посмотрел билеты в будние дни. В будни немного дешевле. 37-38 тысяч тенге в одну сторону. На территории, как я ранее говорил, есть бассейн. И вот есть целый фитнес-клуб оказывается. И еще, оказывается, есть теннисные карты для большого тенниса. Здесь вот на втором тренажере находится. И вон там вот бассейн. Также есть еще уличный. А вот и теннисный корт. А уличный бассейн, оказывается, совсем маленький. Фитнес-ферст. Видимо, это какой-то фитнес-зал, который находится, ну как бы, компания, которая находится прямо в данном отеле. И получается, всем, кто живут в отеле, покупаться там, заниматься бесплатно. А также можно, как бы, если вы живете в городе Караганда, записаться сюда и ходить сюда по ходу. Вот. Также еще сказали, что здесь есть аллея деревьев, которые были посажены космонавтами. Оказывается, сюда два раза в год приезжают космонавты, которые пролетают. Ну, садятся здесь, в Карагандинской же и Улутавской области. И, видимо, здесь реабилитируются после космоса. Та самая аллея, те самые деревья, которые были посажены космонавтами. Летчик-космонавт. Летчик-космонавт, Герой Советского Союза. Интересно, а подходить можно? Аубакиров Тохтар Онгорбаевич. Подалка Геннадий Иванович. Василий Васильевич Циблев. Уильямс Санита. Вчера только был в городе Шымкент, потом вернулся в Алматы и утром вылетел сюда, в Караганду. Такая вот жизнь. Так, ну вот, уже время 11 час, прибыла группа из города Астана. Нас 25 человек, группа большая. Получается, это информационный тур, организованный казахтуризмом для СМИ, для блогеров, фотографов, видеографов и так далее. То есть, вообще, наши многие города, наши многие улицы, именно архитектурные строили в свое время ремонтируемые пункты. То есть, когда мы будем по городу ехать, я вам обязательно еду на звук. А сейчас это вот новый город в 50-х годах. Новые здания. Торговый дом Мечта. С левой стороны вот сейчас... Сейчас едем в Майкоток. Впереди вы видите, как 5-ти этажные здания. На этих домах сохранилась та мозаика, которая в Советском Союзе была... Новая объездная дорога, которая соединяет город Алматы и Астана. Это Караганды. Если это значит, что... Почему у нас... Почему у нас... Образовался за счет... Заехали в Майкоток. ...которые до сих пор работают на шахтах, работают на заводах. Это мы проезжаем, микрорайон называется Голубые Юды. И было так интересно, когда в автобусах едут, я беда. Остановка Голубой вы хотите. Поэтому у нас тоже такие интересные вещи до сих пор смеются и говорят. А почему Голубые Юды здесь? Правда, где-то есть? Нет, это вот такое название, потому что дома выкрашены в голубой цвет. Просто голубые есть. Да, голубые мечты проводить только у голубых. Да, это Майкоток, мы уже заехали. Да. Здесь очень хорошую дорогу сделали. Полностью, насколько я знаю, это Карагандистская область сделала. Но свой вклад Геннадия Голубых тоже сделала. Потому что он захотел, чтобы на хорошей дорогой дороге были. У него мама живет до сих пор в городе где-то. У нас должна была быть встреча с ней. Но она, увы, уехала в Европу и на карьеру с Геннадией встретится. Потому что я общаюсь с Геннадией. У Гены же есть хроняшка, Максим. Вот его первое с другом здесь живет, мы с ней общаемся. Поэтому вот она хотела встречу сделать, но, увы. Но я думаю, что в будущем... Строится новая мечеть. Если разрабатывать новые маршруты, мы хотим разработать, вот как в Активистске же есть, тур на Тимашку до Эмельгена. Мы также хотим тур Геннадия Головкина сделать, где мама с Альбомом будет приходить. Показывать ему фотографии. Рассказывать, как он будет. Здесь вот на доме есть Мурабуки. Как же сегодня я должна была встреча с его первым тренером. Ему сейчас исполнилось 74 года и он тяжело болит. С хорошей дорогой. Дорога прям в глаза бросает сюда. Ну да, город, конечно же, не отстает тоже. Потому что, чтобы ассоциации этой не было. Плюс, почему говорят, Маякудук-бандитский у нас вообще в Караганте, в центре, скажем так, Караганты, в районе Федоровки. Вот смотрите, на резинке, когда человек выдирает, уже вот так назад, и получается он на резинке остается. И было такое смешное, что парень подпишал. Ну, это вот ни случай, ни откуда-то. Это наши, скажем так, те дворовые друзья, скажем, с молодости. У одной девушки также подбежал парень, схватил шапку и убежал. И она со страха домой прибежала и держит его шапку. Мама говорит, что ты шапка. Она говорит, ты представляешь, он с меня шапку собрал. А она говорит, а в заде что у тебя висит? То есть, представляете, она его шапку и со своей прибежала. А она у нее на резинке осталась. Понятно. В состоянии... Кто кого ограбил, да? Да, кто кого ограбил. Да, да, да. Я вчера тоже вот рассказывала. Она говорит, расскажи эту историю. Интересно, потому что ты корольная карагатинка. Знаешь это. Многие же не знают. Поэтому решила вот так объяснить. Многие боксеры, кстати, выросли сейчас от молодого поколения. Она карагатинка. Так я с КФБ же не двигаю что-то. Я же с КФБ же не двигаю что-то. Я же с КФБ. Я с ВИЗой же двигаю. С ВИЗой. С Агеном, да. Я же с Агеном. Я просто почему я эту ассоциацию и говорю. Потому что эти люди, которые сейчас двигают моду на международный уровень, у меня все карагатинки. Вот такие миникальные. Давай, давай, давай. Да, да, да. Я вообще карагатинка. Уже с КФБ. Да. А это когда с КФБ? Нет. Потом вот соревнование было среди юниоров. Два года там. Вот как раз мы проехали. Мы на балловном пути будем. Сейчас он уже подъезжает. Видите, спереди с левой стороны трехэтажное такое персиковое цветное здание. Да, однако район Макудако очень большой. Мы туда подъедем. Неожиданно. Все жахты находятся на территории технического колледжа. Это их музей, которые именно обучают специальности горно-угольной промышленности. То есть вот как раз сейчас сюда заедем. Такие двухэтажные строения есть. Это профессия до сих пор. Многоквартирная. Улицы такие широкие. Техническую вот специальность именно в этом колледже. Там бандитская майку-нук. Потому что все выходцы, скажем, тех девяностых годов, все практически были с майку-нука. Им приходилось выживать. Стенка на стенку шли. Караганда Таукен индустриал колледж. Да. Уйти выходить, да, Элик? ...инфицированных. Поэтому был открыт этот колледж. Он существует с 40-х годов. Пережил тяжелые девяностые. Тут усилиями директора и как бы остальных руководящих сотрудников были приложены неимоверные усилия, чтобы сохранить ее в девяностые. Потому что тут вот сейчас мы... Сейчас мы в музее. Я попрошу вас пройти вот прямо в деткомнату. Что? Здесь музей и даже есть шахта. Араханда Кумер бассейн. Говорят, что туристам сюда возможно попасть, но нужно будет договориться через турфирмы. То есть напрямую не получится. Как видите, в этой поезде со мной очень много людей. Есть, как говорится, и знакомые лица. Вот желудоз вы знаете. Есть новые люди, новые лица. Куда нам проходить? И вдруг он обнаружил, что эти камни, они не стоят перед вами уголь или это просто камень. Наверное, стоят... Кузенбаевцы. Это бригада Кузенбаева. Они доблили 202 вагонетки за смену, поставив тем самым рекорд. И постепенно... Это шахтные сани. То есть тут буквально вот на таких санях болтили этот уголь. Спецодежда шахтер 90-х. Получается, здесь уголь начали добывать примерно в 1800-х годах. ...и спускающиеся дальше в собой. Вот. Нас много. Давайте, соответственно, срока. Мы здесь уже хозяйничаем. Ненастоящая только глубина. Вот. Но все основное, рельсы, вагонетка, это все правда. Вот сейчас. Распределительный пункт. Откаточный штрек. Аварийный выход. Рельсы. Там вот вагонетка есть. По факту, получается, мы никуда не спускались и как бы на 12 метров под землей мы не оказались. Это просто вот имитация такая для учебного процесса. Очень интересно. Похоже на подземный паркинг. Сырость, прохлада. Здесь вот уголь. Здесь вот центральная подстанция. Ну, получается, видимо, по всей видимости, полностью имитирует, так скажем, рабочий процесс и жизнь под землей. Вот дальше вагонет куда-то наверх туда уходит. Света здесь все становится меньше и меньше. Это у нас водоотлив. Так, теперь зашли в другой туннель. Здесь тоже есть рельсы. Здесь, походу, что-то сортируют или... Тут, получается, вот лента есть. Надписи нигде ничего нет. Огромная, да? Огромная, да? Тут старинный выход тут. Ага. Породный забой. Оу. Вау! Ух тыж! Тут да и правда нужно как говорится с экскурсоводом ходить чтоб понять что к чему Идет через вот эту вот часть и в настоящей шахте здесь бы была конвейерная лента по которой этот уголь бы уходил дальше разрушался в вагонетке и поднимался на поверхность Высуйте вот этот уровень шума Сейчас все зарабатывает Вентиляция Следующая локация спорт комплекс имени Геннадия Головкина Свободное плавание Цены на услуги посещения бассейна Разовое посещение взрослой 500 тенге Абонемент взрослый 2 800 на 8 посещений в месяц Довольно доступно В спорт комплексе имеются плавание, бокс, футбол, волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, вольная борьба, греко-римская борьба Есть плакаты с боев Головкина Есть плакаты с боев Головкина Боксерский зал на третьем этаже Майкуду код Triple G Говорят при открытии комплекс Вот подписали И вот такой вот бассейн есть Потому что там есть памятник Памятник называется Где-где в Караганде Наверняка многие знают что Здесь рассказывают что бывший кинотеатр Маяк сейчас мечеть Балакажа мечта Здесь вот делают караганды нан Трактир три медведя В очереди везде тучка спалады Наверно здесь Первый в мире памятник Крылатой фразе Где-где в Караганде Голубцы Все теперь вы знаете как выглядит Тут еще грибы есть Карагандинские Вот смотрели Мы же вместе прилили Пристики так хорошо видно Совет у Дагнамбатра Нуркен Абдыров Так что мы сожгли Также здесь рядом находится Здесь вот Нуркен Абдыров Атандар спортсарай Спорт комплекс Центральный универсальный магазин Центральный универсальный магазин Который строился в 70-х годах Позже в 2001 году Воспроизвели реконструкцию этого здания Итальянские художники и архитекторы И облицовали здание серым мрамором Сейчас мы проезжаем Расположено Стелла независимости Советский период в 80-х годах Здесь стоял мраморный памятник Владимировичу Ленину Позже В начале 2000-х годов Раньше был памятник Ленина Установили вот этот вот обелиск У вас тоже смотрят дороги перекрыты Ремонт, да? Да, у нас также активно проводится ремонт Позже в дорожных путей Позже в дорожных путей Парту Парту на культура горняков Надеюсь, в конце экскурсии у нас будет возможность Здесь остановиться И я поподробнее расскажу вам Дворец культуры горняков А вы калибаник не слева? Нет, мы сейчас остановим Уходится академическое Казахское на небесном центре До Сигулина Какая четкая разминка Какая четкая разминка Да я вчера тут занесел Свежая, да? Да я вот свальт свежая Старого города Крученька Вот Народный артист казахский Шалкма Хали Байжан Фаддак концерты Брлисты Мы называем баритон То есть это очень Дальше административные деления Территориальные деления Были немного иначе Не было областей Космическая гавань Космическая гавань Караганда Космическая гавань Космическая гавань И в юности поступил в летное училище В Арбане Закончил ее с отличием Смотрите на вот это здание Булашак Академии Караганда Медицинский университет А получается Это реконструированные здания Бизнес-центр А, бизнес-центр Вообще Эти два здания Должны были выглядеть одинаково Но оба реконструированы Слева дешевая реконструкция Слева дорогая Но Эти здания не выглядели И не так И не так Они вообще Медицинский Медицинский Ут DU Субтитры создавал DimaTorzok Идем обратно по той же улице, только здесь намного больше зелени. Это получается улица Абая. Как раз здесь стоит там, где начинали памятник Абая. Это сторона улицы, конечно, намного живописнее. Драматический театр имени Станиславского. Драматический театр имени Станиславского. Областной русский драматический театр имени Станиславского. Встанавливаться будем? Да. Областной русский драматический театр имени Станиславского. Позади театра. Классный переход сделали со старого на новый автобус. О, как интересно. Тут получается, ну... скрестили множество муралов разных. Очень так интересно смотрится, конечно. Возможности для тебя. Возможности для тебя. Во дворах здесь есть вот такие клетки. Я так понимаю, это для хоккея. Так как такие маленькие врата напоминают больше хоккейное поле. Возвращаемся на юго-восток. И постепенно мы приближаемся к известному карагандийскому кондитерской фабрике. Ну, работает она? К сожалению, нет. А в который из них? Второй мировой войны. Слева? Карагандийскому кондитерской фабрики. А, правая пифа из пифа. А, вот это да, пифзавод? Казахстан. И, в частности, в Караганду попала Астраханская кондитерская фабрика. Астраханская? А, вот она здесь работала. И в 1956 году она вновь открыла свои двери, как карагандийская кондитерская фабрика. И проработала вплоть до 2016 года, до момента вот как раз таки банкротства. А, в 2016 году закрылась. Астраханская кондитерская фабрика. И, по идее, они в этом объекте. Ну да, да, согласна. Для многих это важно. С левой стороны у нас как раз таки расположен теннисный центр. Федерация как раз таки тенниса расположена в этом здании. И вот как раз таки в Караганде у нас два теннисных центра вместе с Академией тенниса. Теннисный центр. Караганда-арена. Это большая крупная ледовая арена. За ним Караганда-арена, ледовая арена. Центр бокса Зеликасадеева. Ну и это за. Задь. Нет, не знаю, не знаю. Зеленая зная. Вначале она именовалась как Центр бокса Нура. Позже, после как раз таки победы Зеликасадеева, Калибинский хипот и его переименований. Ну и слева от нас у нас расположен флагшток. Она достигает высоту девяносто один метр. Это так же символично. И слева здесь как раз расположено строющееся здание на данной парке. Победы. На парке Победы расположен интересный символический фонтан. В центре которого мы стали. Католическая церковь. Хочется отметить, что данная церковь является самым крупной. С правой стороны. Крупнейшая в Центральной Азии. Гигантский орган. И начинал официал в Бабаре. Да, это будет концерт, да? Там часто проходят концерт. И доезжают европейцы. Что-то здесь серьезные. Символы здесь очень серьезные. Ну, никак. В Астане, конечно. Теплее, да, чем в Астане? Чуть-чуть. Здесь вот люди увидев данное сооружение. Узнали в ней родную Европу. Здесь я уже ранее был. Да и в целом в Караганде я не в первый раз. Даже не во второй раз. Довольно частый гость. Частенько бываю. Вот. Когда тем более жил раньше в Астане. То сюда частенько приезжали даже просто покушать пельмени. Получается можно зайти, а дальше... Здесь уже закрыто. Так, а обычно орган находится вот здесь сверху. Я так понимаю, мы его не увидим с этой стороны. Закрыто. 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 Какой красивый. Дверь не хлопайте. А у нас, в Амаде, не такой. Здесь 8 клавиш на органах. Я слышала. Самый высокий, самый крупный, самый крупный католический центр в Центральной Азии. Да, в Центральной Азии. Вы же со мной? Не придите. Не придите. Я могу нечего решить, чтобы задавать вопросы. Потому что я могу проверить много. И вам будет это неинтересно. Потому что, может быть, будут вопросы, на которые я буду отвечать. Тогда будет интереснее вам вопрос. Я слышал, да? Я слышал, да? Ну, на чем здесь строительство? То есть, этот храм строился в 10 лет. И в 12-м году его осветили, да? То есть, если посмотрите назад, он, видите, наверху, да? Это орган. Там что в Тибетеке? Да. Это под казах, я так понимаю. В Союзе? Да. Прикольно. Это нижняя часть. Получается, здесь проходит сужение в зимний период. Так как здесь есть теплый потолок. Хотела пораньше спать еще. И потом он уже восклицается. Это... Жизнь продолжается как будто, да? А потом... Я хочу вас чуть-чуть восклицать. Они вам расскажут. То есть, Аутюкит расскажет вам вот эту вот всю историю. Зуны на 112. Да. А можно, да? Работает. Да. Да. У нас сегодня полная экскурсия по храму. Даже к органу подошли. Подошли. Регистры сначала включаются. Тут очень сложно. Еще и ногами накидание нажимать. Да, вон. Не, я хочу просто посмотреть. А, это типа как антиугонный. Вид со второго этажа. А вот какой голос сейчас? Марина. Мы Марина называли. Короче, это как спортивная тачка тут. Как дети маленькие собрались вокруг. Это так смешно. А вот. Так смешно. ,- Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завтра у нас будет поездка в населенный пункт Долинка Там где находится тот самый Карлак И потом мы снова вернемся в город сюда И посмотрим еще кое-какие локации Субтитры создавал DimaTorzok Вечерняя прогулка по городу Нептун подшалга Озеро, набережная, народу, тьма Там еще какой-то концерт, шашлычки работают Встретился с другом Азаматом Вот гуляем по ночному городу Говорит, что это новые ЖК Построили прямо в парке Вот, говорит, типа, ну очень крутое место Местное мороженое Айза Делается в Караганде Вечер прошел отлично Классно посидели с Азаматом Прогулялись по городу По вечерней Караганде Вот, вспомнили визит в Бурабай Раньше был такой проект у нас в городе Астана Мы катались в Бурабай Делали небольшие поездки В те времена познакомились со многими разными ребятами Людьми и так далее Вот, классный вечер Сейчас уже час ночи, ложимся спать А завтра будет продолжение Хайрлтон, доброе утро Собирал сходить в бассейн Восемь утра А, оказывается, сегодня работает с девяти Оказывается, в халате на завтрак нельзя Ну что же, плавать? Фух, сейчас потихоньку собираемся Выезжаем в населенный пункт Долинка Про это будет отдельное видео на канале А позже вернемся в Караганду И еще погуляем по городу Съездили в поселок Долинка Сейчас вернулись в Караганду Уже время 2.20 Едем на обед Пошел дождь И что, металлон? Да Так много прям Городу, кстати, очень много камер Камеры отличаются от тех, что есть в Алматы Здесь они какие-то квадратные, что ли Проезжаем воинскую часть здесь, Караганда Так, приехали в заведение Вот здесь вот Гульдер Азалия Заведение Урарту Говорят, уже давно работает Находится по проспекту Сакена-Зефульна Здесь вот на входе прям мост Есть пруд Плавают рыбы Симпатичнее Уже под нас Стол накрыт Прикольные сидушки Порционная раздача Едем в местный эко-музей Памятник Бухаржрау Здесь вот упираемся в здание Арселор Миттл Памятник Бухаржрау Приехали сюда Касбудавтар Вчера как раз здесь гуляли Порталок Казер Хойнао Там слитно все читается что ли Интересно Частный, вот написан государственный Брата, мы там были и снимали Вот экология, геология Это здание, они в этом здании арендуют Оказывается, в субботу, воскресенье они не работают обычно Если только большая группа То заранее нужно позвонить Эко-музей Эко-музей Ух ты, прям, слушайте И коты здесь ходят Охраняют по ходу Прикольно Такой неожиданно довольно музей Прикольно, прям, что-то такое Неожиданно, если честно Чем опасна лэп для птиц Турист информация центр Краски есть Такие вот штуковины Вот такой инстаграм у них Цены индивидуальной экскурсии Для групп до 5 человек 500 тенге Взрослый человек Да, но у нас есть Может быть, мы счастливы Все проходим сюда ко мне Добрый день, меня зовут Мария Сегодня я буду вашим экскурсоводом Добро пожаловать в Карагандинский област Огромный цельный кусок агата Потому что в принципе Более надежного Средства связи До сих пор не придумали Здесь еще на втором этаже есть что-то Часть ракеты-носителя Протон То есть если представить Что вся Весь ракеты-носитель Это порядка 12 этажных вонок Ну, попадая туда Ну, два-три Вот мы и вернулись сюда Вчера ночью были Днем катались И сейчас пешком прошли Здесь еще не пешком Один Видео Сдавайте Бегенбай Киядан Кий-яне 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 Погинба Казак Деген халқам Батыры шыққан Данкман Карсы ласын Асылдар Коу-рғасын Батырын Күтті Бегенбай Бутақтым Уьез-богасы приехали покататься на детской железной дороге она еще функционирует вот она смотрите-ка такой поезд короче как трамвайчик нормальный поезд слушайте хогвартс кастал написано ничоси обалдеть 1 вагон 2 вагон нормальные такие размеры куча народу сидит ну что там улам попадаем целый вагон наш едет на дизеле небольшой тоннель внутри вагона стоят вот такие кондеры большие алмаком жиды дорога работает с 56 года а продолжительность маршрута 30 минут туран ельдиген терраса такой вид открывается террасы дождик прошел каждому персональный салат у нас сегодня вылет обратно домой из центра города добрались до аэропорта за 22 минуты 22 10 идем на посадку рахмет сау волонсдар спасибо и до скорой встречи отец вагон отец там